Библейский портал экзегет.ру представляет Сотый псалом, читая для библейского портала экзегет, перевод российского библейского общества. Сотый псалом из тех, которые христианину читать как-то неудобно. Вот, ну, не привыкли мы такие вещи говорить. Псалом Давида, он носит такой подзаголовок, это редкость в этой части псалтирия, да, мы уже за половину давно перевалили, у нас Псалмы Давида, это в основном первые две книги, там даже в конце есть такая приписка, а мы на третьей, здесь закончились Псалмы Давида, да, вот Псалмы, которые связаны с его именем, но нет никакой здесь, знаете, догматики, вообще Псалтирь это молитва, а молитва, она, она течет, вот, она прорывается, она живет, поэтому строгие рамки для него, для нее невозможно, вот, всегда в молитве будет исключение, в Псалтире всегда есть исключение, какую бы мы ни усмотрели тенденцию, она правилом не станет. Вот первые две книги Давидова Псалмы, а дальше чьи-то еще, а вот вам Давида в сотый псалом. И давайте его прочитаем, чтобы понять, почему христиане несколько смущаются его, читая, и в чем здесь вообще дело. Воспеваю верность и правосудие, песнь пою тебе, Господи, все мои мысли о пути непорочном, когда же ты придешь ко мне? С непорочным сердцем живу в своем доме, на мерзости невзираю, ненавижу дела отступников, я не запятнал себя ими, чуждо мне коварное сердце, я непричастен злу. Тех, кто втайне клевещет на ближнего, заставляю молкнуть, дерзких сердцем и высокомерных не терплю. Ну, взор мой обращен на верных в стране, они будут жить рядом со мной. Тот, кто следует правым путем, будет мне слугой. Для коварных нет места в доме моем, и нет места лжецу пред взором моим. Каждое утро истребляю я преступников с земли, из города Господня, всех, кто творит зло. Слушайте, вот я не могу это сказать о себе, ну, правда, не могу. Единственное, что в соцсетях иногда там, знаете, я заставляю умолкнуть тех, кто к таяне клевещет, и высокомерных не терплю. Да, но это же не про соцсети. Это про жизнь вот в ее полноте. Я совершенно не могу сказать, что все мои мысли о пути непорочном, что я с непорочным сердцем живу в своем доме, что я на мерзости не взираю, что не запятнал себя делами отступников. Ну, никак не получается у меня это о себе сказать. Вообще у христиан не принято так о себе говорить. Принято ровно наоборот, да? Что же с этим делать? Можно сказать, ну, псалмопевец, здесь он такой немножечко наивный юноша, неофит такой, да? Неофит, он всегда, тот, кто недавно обрел веру, он всегда думает, что вот там они порочные все, а я-то вот, я-то вот пламенный воин Господа, я там всех заставляю молкнуть. То есть, каждое утро истребляя преступников с земли, между прочим, он их убивает здесь, если буквально это понять, да? Ну, может быть, он их истребляет, скажем так, своим словом, он молодой такой человек или женщина молодая, очень любит всех наставлять, обличать, обвинять в ересе, да? Такой псалом неофита. Тоже что-то в этом не то, что Давид, что ли, неофит у нас. Ну, Давид был горячий парень в юности, это правда. И повоевать любил, и заставлял умолкнуть иногда с помощью меча, иногда другими способами, те, кто ему казался дерзким сердцем и высокомерным. Ну, все равно что-то вот, ну, не надо этого бы в салтире, вот такую похвальбу юнца высокомерного, да? Хотя почему не представить себе, что вот Давид какие-нибудь свои там 18-20 лет, он так не думал, да? Да, победитель Голиафа, помазанник Божий, пусть еще не ставший царем в действительности, но уже предназначенный для этого. Ну, у какого юноши на эту тему не поедет, извините, крыша? Он не начнет о себе думать, как о великом каком-то человеке. И в старости он явно смирился, он явно вот как-то о себе говорил аккуратнее. Может, это молодой Давид лет 20? А вы знаете, мне кажется, это присяга Давида, это присяга царя. Вот присяга — это то, что каждый из нас старается выполнить. И вот Давид, который становится царем, да, я вывижу здесь юношей, которого только что помазал Самуил, который еще не знает, что такое царская власть и не понимает, как на него это свалилось. Я могу ошибаться, но вот я этот псалом вижу таким, и он приносит присягу Богу. Он говорит, а каким я буду царем? Кто я как царь? Каким я себя вижу? Это идеал, к которому он стремится. Это очень важно, потому что, мне кажется, вот в нашем христианстве, очень часто в нашем вот личном, да, не в том, какое оно должно быть, а в том, каким мы его делаем, очень много вот этого уныния и сосредоточенности на своей греховности, когда человек без конца об этом говорит. «Я такой, такой, такой». Ну, вот и такое оно и остается, да. А вот здесь Давид или псалмопевец, беря Давида как образ некий, может быть, это не лично Давид написал, приносит присягу, каким я должен быть, каким я буду, каким я обещаю быть тебе, Господи, хотя заранее знаю, что не всегда это хорошо будет получаться, да. Но вот тот идеал, который он себе ставит. И где же этот идеал? Верность и правосудие, да. Очень важная вещь – правосудие, справедливость – это постоянный мотив псалтирия. Если ты грабишь, если ты обижаешь других людей, никакой верности единому Богу быть не может. А верность, во-первых, Богу, да, то есть не отступничество от Него, а во-вторых, людям тем, с кем ты рядом, тем, кому ты дал какие-то свои обеты, кто надеется на тебя, кто ожидает от себя этой верности. Вот без этого ничего не получится. Все мои мысли о пути непорочном. Когда же ты придешь ко мне? Мысли человека о чем угодно. В конце концов, у нас очень много дел, у нас очень много обстоятельств, у нас очень много отличений каких-то, вот когда мы без конца мысли уносимся в какие-то вот другие пространства, события. Не бывает так, чтобы все мысли были о пути непорочном. Ну, не бывает. И когда же ты придешь ко мне? Ну, не приходит Бог вот в следующую среду, да? Это как-то иначе выглядит. Но представим себе человека, который чем бы он ни занимался, о чем бы он ни думал. У него есть вот эта идея непорочного пути, он постоянно к ней возвращается, который живет в присутствии Бога. Он живет так, как будто сейчас откроется дверь, и к нему войдет Бог. Ему не придется суетливо там прятаться, как-то прибираться, да? Не в своем доме даже, в своей душе. Он готов к этой встрече постоянно. А что это значит на практическом уровне? С непорочным сердцем живу в своем доме, невзирая на мерзости, ненавижу дела отступников, да? Вот все очень конкретно. Чуждо мне коварное сердце, я не причастен злу. Немножко более общее. Клевещет на ближнего, заставляю молкнуть. Это не только личное свое благочестие. Я сижу в своем доме, такой вот весь из себя благочестивый. Мне плевать, что происходит вокруг. Это одновременно и активная позиция. Причем, смотрите, воровство, убийство можно было назвать. Он называет клевету. Наверное, потому что воровство, убийство более-менее и так понятно. И, в общем-то, в любой этической системе, у язычников, у атеистов, ну, нельзя воровать и убивать, да? Без этого никакое общество не будет стоять твердо, если эти вещи разрешить, да? А вот клевета, ложь — это что-то такое, что вроде бы может и проскочить. И очень часто вот рядится в какие-то одежды, там, ну, я так считаю, или, ну, это вот мое мнение, да? И дальше начинается откровенная ложь. Дерзких сердцем у высокомерных не терплю. То есть это активная позиция. Дальше. Взор мы обращен на верных в стране. Они будут жить рядом со мной. Крайне важно, кто рядом с царем. Да, это царская присяга. Допустим, царь у нас прекрасный, вечный мотив русской истории. Царь у нас хороший, бояре плохие. А бояре откуда взялись? С неба упали. Самозародились в царском дворце. Их царь позвал. Значит, кого он к себе призывает? Верных, да? То есть людей, которые соблюдают верность своему господину, своему богу. Своей стране, своему народу. Кто приходит в царский дворец для того, чтобы себе устроить получше жизнь. Кто приходит послужить своему царю, своему народу. Тот, кто следует правым путем, будет мне слугой. Вот вам о борьбе с коррупцией. Вот вам о том, кто должен быть чиновником в государстве. Для коварных нет места в доме моем. Нет места лжецу пред взором моим. Как часто правители прибегают к коварным лжецам? Разведка, пропаганда. Разве может это без коварства и лжи существовать? А вот для Давида может. Вот можно не врать, можно не быть коварным. И каждое утро истребляет он преступников с земли, из города Господня, вся, кто творит зло. И поскольку он царь, то он творит правосудие. Для него это конкретное обязательство. Вот, мне кажется, присяга Давида. А может ли ее читать христианин? Ну, наверное, христианин, который скоро вступит на престол, как царь. Да. Но таких очень мало. Правда? А вот обычный человек. А почему нет? Только это не горделивое такое заявление Бога. Вот справка, я праведник. А это идеал, да? Вот как я собираюсь жить? Я знаю, что у меня не всегда это получится. Я знаю, что истреблять преступников с земли, скажем, не моя работа. Есть полиция, прокуратура, суд и так далее. Но можно же, вот видя вокруг себя, я не знаю, там, как воруют, как лгут, лжесвидетельствуют. Можно хотя бы заявить свою активную позицию по этому поводу. Можно постараться там, где это от себя зависит, это прекратить. Можно. И вот, собственно говоря, об этом и Псалом. Вот как человек, будь он царем, вот как в этом идеальном случае, будь он обычным человеком, как он может петь песнь Господу, да? Не просто произносить кучу слов, но вести себя определенным образом так, чтобы сама его жизнь была этой песнью. Хорошо бы вот всегда так было, но так бывает не всегда. 101-й Псалом нам даст такую очень интересную параллель в противопоставлении. А как еще бывает на свете?